Когда появляются одежды, исчезают мысли. На каких-то этапах человек побеждает судьбу, а на каких-то этапах, наоборот, судьба подавляет человека. В моей книге 20 рассказов и две полисти. Конечно, я не могу сказать, что все это обо мне. Форма и содержание в людях не должны сочетаться один к одному, иначе это скучно. Но так или иначе гарантия счастья не прописаны никогда и никем. Говори обо мне Здравствуйте, я Юлия Гениуш, огромный привет Надюше Гениуш. И 8 лет выходила наша программа, говоря обо мне, в субботу в 10 утра. Удивительно совершенно сегодня в воскресенье быть в эфире. Особенно ощущать пространство и время, настолько, как сейчас я его необычно ощущаю. Быть здесь в воскресенье в 11, почти полдвенадцатого, и встречать гостей. И уже какой-то предполуденный кофе получается, а не утренний, потому как гостей мы встречали с утренним кофе в 10 утра, в субботам. Так или иначе, гость у нас сегодня с вами очень интересный. Поэтому, если вы вчера не успели допить с нами с программы «Говоря обо мне свой кофе», сегодня предполуденный, пожалуйста, себе готовьте. Галина Печура к нам сегодня пришла в программу со своими книгами, со своими философиями жизни. Она автор рассказов, повестей, стихов и песенных текстов. Ее книга сейчас вышла в финал одного из литературных конкурсов в Германии. И, конечно же, очень здорово и трогательно было знать, узнать о ней так много. И прислала Галина ее книги сюда, на радиостанцию. Одна из них «Навождение» и поэтический сборник, который называется «Пространство боли». Да, конечно, все это отзывается в жизни. И если наша энергия жизни обычно скрыта, то вот такие люди, как авторы книг, как поэты, как те, которые пишут музыку, они свою внутреннюю энергию как раз через это транслируют. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо вам за то, что вы решили поделиться с нами своими победами. Конечно же, той жизнью, которой живете, вашим миром, вашим настоящим. Как вы думаете, вот у вас все в книгах сквозит о смыслах жизненных? Конечно, интересный разговор в предполудне, в воскресенье, но так или иначе. Позволяет ли судьба преодолеть себя? Вот в ваших книгах везде линия судьбы сквозит. Позволяет ли судьба преодолеть себя? Ну, у кого как. И внутри каждой судьбы на каких-то этапах человек побеждает судьбу, а на каких-то этапах наоборот, к сожалению или к счастью, судьба подавляет человека. Я не склонна думать, что человек – кузнец рай судьбы. Я считаю, что это где-то 50-50. Вы знаете, отклики о вашей книге совершенно потрясающие. Уникальный и увлекательный путеводитель в мир страстей, ярких образов. Лабиринт судеб и отношений. Вот, например, один из откликов. Или Галина Печора «Психологический хирург». Или это состоявшийся писатель высокого уровня, прекрасно владеющий языком, тонко чувствующий, великолепно подающий материал. Конечно же, вопрос о судьбе. Можем ли мы преодолевать ее? Кому как не вам ответ на этот вопрос как раз и творить. Вот именно творить. Ваши книги представлены во множестве конкурсов. И победы ваши уже, конечно же, отмечены. И вы и лауреат, и финалист, и внушительный список абсолютно. Скажите, где можно с вашими книгами познакомиться? И они у вас очень кементографичны. Может быть, уже что-то снято? Нет, к сожалению, ничего не снято. Это только в моих мечтах. Вы говорите во множественном числе о моих книгах. На самом деле, да, у меня пока только две книги. Этический сборник, который вы упомянули. Пространство боли. И сборник рассказов о повести «Навождение». Книга «Навождение» сейчас находится на американском сайте lulu.com. То есть ее можно там приобрести. Каждый может зайти на этот сайт lulu.com. И никаких проблем в этом нет. Что касается второй книги, то с этим сложнее. Потому что я ее издавала в России давно. И эта книга может быть приобретена только через меня. А книга «Навождение» продается print-on-demand. Ее может купить миллион человек. Так что с этим никаких проблем. Ну и по поводу книг во множественном числе или в единственном. У меня есть материал. Достаточно обширный. Для создания еще нескольких книг я над этим работаю. Это уже готовый материал. Вопрос только в том, где я буду их издавать. И на каких условиях. Спасибо. Скажите, очень всегда сложно спрашивать у людей творческих направленностей. Это ваша профессия, да? То есть вы литератор профессиональный и зарабатывающий на этом. У вас есть агент. И это именно вся ваша жизнь, все ваше жизненное пространство посвящено именно литературе и тому, что вы творите, создаёте. Юля, я всегда теряюсь, когда задают вопрос профессионал или не профессионал, если этот вопрос обращен к писателю. Я закончила библиотечный, библиографический факультет Ленинградского института культуры в своё время. А в Америке я закончила много чего ещё. В частности, я закончила Дуракалыч, бизнес менеджмент, medical office менеджмент. Я закончила компьютерный курс и работала много лет программистом. Поэтому, конечно, с точки зрения деятельности я не профессионал. Если профессионалом от литературы считать человека, который на этом и зарабатывает, то таких людей очень немного. Мы все их знаем. А большинство людей, пишущих сегодня, особенно на русском языке, денег не зарабатывают на своём творчестве. Поэтому можно к этому отнестись по-разному. Профессионализм определяется сегодня для русскоязычных авторов не количеством, так сказать, долларов, а, наверное, какими-то другими критериями, судить о которых должен не автор, а те, кто читает его произведение. Вот. А что касается литературного агента, я бы мечтала иметь литературного агента. Но, вы знаете, вот как ищут любимых. Некоторые активно ходят по сайтам знакомств, некоторые предпочитают встретить принца естественным путём, чтобы кто-то выбрал их. Вот я, наверное, отношусь к второй группе людей. Мне не хочется предлагать произведение литературному агенту. Мне бы хотелось, чтобы кто-то случайно на огонёк залетел. Но я понимаю наивность этих мечтаний. Ну, почему же вовсю даже не наивность? Какую интересную аллегорию провели. Неожиданно. Спасибо, что поделились. Думаю, что если взять в руку вашу книгу, то совершенно случайно, даже если она попадёт, то это уже не остановится, потому как она ко мне попала не случайно. Вы мне её отправили, но я действительно не смогла закрыть, и не только я. Спасибо, что... Действительно, людей неинтересных в мире нет, да? Но то, как вы это подаёте, так, как вы рассказываете, очень биографично, вот, конечно, так как я уже её читала, вопрос, это о вас, это биографическая книга, это действительно всё то, что там есть, имеет к вам прямое отношение? Ну, мне очень легко. Спасибо за этот вопрос, потому что, Юля, мне его очень многие люди задают, и даже когда я захожу в магазин в Америке, в Русске, некоторые продавцы подлетают ко мне и спрашивают, мы прочитали ваш рассказ в журнале, скажите, это о вас? Вы знаете, на самом деле, я бы сказала так, в моей книге 20 рассказов и 2 полисти, и, конечно, я не могу сказать, что всё это обо мне, но так или иначе, я пишу о том, что я хорошо знаю, я пишу о том, с чем я столкнулась, это может быть о моих подругах, это может быть о моих соседях, это может быть о том, что даже я придумала, но так или иначе, это прошло через мою душу, поэтому назвать всю книгу из 20 рассказов и 2 повести автобиографической я не могу. Там есть автобиографическая повесть под названием «Обычная история», это полностью обо мне. И там есть рассказ «Манечка и Дури», это рассказ у моих родителей. А остальные я предпочитаю не раскрывать кухню, так же, как повар, наверное, не должен рассказывать, почему вкусно его блюдо. Да, спасибо. Вы знаете, у нас у всех, особенно, если это люди-мигранты, многосерийная жизнь. А вот на вашу жизнь, если оглянуться, там, наверное, тоже много-много серий? Конечно. И, наверное, по объему это было бы... Это было бы больше, чем с одной форсетами. Может быть, я еще напишу. Но когда мы оглядываемся, мы делаем это, наверное, в разных сериях. В одной с грустью, в другую серию с каким-то удовлетворением, с гордостью, с собой, может быть, даже, да, когда что-то совершили. Куда-то с радостью смотрим, куда-то с надеждой. Надежды, да и до сих пор, наверное, надежды не покидают, которые там выросли. Если все эти многосерийности сразу окинуть взглядом, туда посмотрев назад, которые еще не проросли в ваших рассказах, которые еще не проросли в ваших книгах, вот там больше радости, там больше грусти, или там больше просто какой-то надежды, которая еще есть? Вы знаете, Юля, вообще я человек трагического мироощущения. Мне трудно хохотать вот прямо там, беспечно. Если это кому-то удается, я очень благодарна этим людям. Но о том, что я человек трагического мироощущения, вот так на камеру весь мир сказать, я осмелилась, наверное, только вот благодаря уже тому, что я ничего не боюсь. Так же, как и исповедальность своих произведений. Но форма и содержание в людях не должны сочетаться один к одному, иначе это скучно. Поэтому, когда человек улыбается, это не всегда означает, что ему здорово. Это не всегда означает, что он стопроцентно счастлив. Умение улыбаться, несмотря ни на что, это сильная сторона любого человека. Я стараюсь улыбаться даже тогда, когда мне не очень хорошо. Ответить на вопрос о процентном соотношении. Да нет, что преобладает, ну что вы. Ну все есть в моей жизни. Было и радость, и несчастье. Все было. И, в общем-то, я благодарна Богу, что так, потому что всегда может быть, к сожалению, ухожен. Да, все относительно в этой жизни. Особо мы это поняли последние годы. Вы какому-то литературному сообществу принадлежите? Какому-то журналу, где печатаетесь? А бываете ли вы там физически? Или все происходит онлайн еще со временем пандемии? Ну, что касается литературных журналов, то мои произведения опубликованы в очень большом количестве литературных журналов русскоязычных. Я пишу по-русски. И это журналы США, России, Белоруссии. Это журналы Израиля, Германии. То есть я не принадлежу одному журналу. Но более 10 лет я живу во Флориде. И я почти в каждом номере журнала «Контур». Это флоридский журнал, издатель Лариса Войчинская. Я очень ей благодарна за созвучие, за то, что мои произведения ей нравятся, и она публикует их в своем замечательном журнале. А что касается сообщества, то есть такое «Арлита» – это объединение русских литераторов Америки. Я его член. Это организация, это сообщество, созданное верой Зубарева. Она тоже издатель и известный литератор. Чувствует приятно себя в своей стае, когда вы встречаетесь, когда вы говорите на одном языке. Это не только язык общения русский, да, коммуникация, а именно на одном языке литераторов. Дорогого стоит найти свою стаю в этом. Есть утверждение, что художник должен быть голодным, что хорошо творить, когда некий аскетизм в жизни присутствует. Как, на ваш взгляд, с этим утверждением? Знаете, я бы предпочла, чтобы все художники были накормлены. Мне кажется, что это утверждение неверное. Хотя мне очень понравилось когда-то высказывание, на которое я наткнулась где-то. Роден не зря извоил ноговым мыслителям, когда появляются одежды, исчезают мысли. Но мне бы хотелось надеяться, что мотивом истинным к творчеству у людей все-таки является не отсутствие одежды, не отсутствие еды, а как раз какие-то более глубинные моменты. Насколько мне известно, Лев Толстой не был голодным, и он неплохо жил еще до того, как опубликовался. Он был графом обеспеченным, и тем не менее это не помешало ему стать тем, кем он стал. Ну, я думаю, что аскетизм был его осознанным выбором. Просто грозит ли это вам теперь? Да. Это уже потом, позже. Существует такая фраза, как вы помните, что все семьи счастливы одинаково, и каждая несчастлива по-своему. Наверное, для того, чтобы не свалиться в банальный сюжет, нельзя описывать счастье семей, если это одинаково счастливо. То есть вы описываете все-таки семьи, которые живут вне любви, но с равновесием, с балансом. То есть гармония может быть достигнута в семье, только если любишь, потому что нет вопроса, зачем. Если любят, то любые инициативы друг друга подхватываются, потому что другому от этого хорошо. Те рассказы, которые пишете вы, там настолько кружево плетется, вот этих сложных переплетений, взаимоотношений, такой какой-то удивительной графики чувств, где-то уступить, просчитав это вежливо, где-то почтить, где-то вспомнить, где-то наоборот настоять. Но ведь это же очень-очень сложная линия. Юлия, насчет графиков, вы меня смутили. Графики и отношения... Нет, я не имела в виду графики геометрии, я имела в виду графика, это знаете, как картина, да, начертанная, такое графичное изображение. Ну, все мои рассказы совершенно разные. Как по темам, так и по настроениям. И абсолютно, так сказать, невозможно сказать о том, что гармония достигается так или гармония достигается этот. Но сложность психологических переплетений в отношениях между людьми присутствует, да. Ну, что в этом удивительного. В одном из моих рассказов я пишу о невзаимной любви, в другом о взаимной любви. Но так или иначе, гарантия счастья не прописаны никогда и никем. А что касается банальности, то я не боюсь этого. Я пишу о простом человеке. Вот что называется классическая традиция «маленький человек с большими переживаниями». Маленький человек с большой душой. Как у Чарли Чаплина. Как у многих других. И мне это интересно. Я не пишу про цариц, императоров. Я не пишу про олигархов. Во-первых, я не знаю, что о них писать, потому что я никогда не была вхожа в эту сферу. Во-вторых, их численность на Земле минимальна по отношению к остальному населению. И мне это неинтересно. Я пишу о людях таких же, как я, которые меня окружают. И банальности я не боюсь, как сказала, я думала, что это сказала моя Борисова. Вчера я прочитала, что автор не совсем известен, но мне неизвестен. Но строки замечательные. Я позволю себе даже я их выписала. Я больше ритм банальных не боюсь. Нет ничего банального на свете. Банально сто веков смеются дети. У стариков в глазах банально грусть. Смотрю я в свое сердце, как в окно. Там кружатся банальные снежинки. И к тем, кого люблю я, нет тропинки. Банально? Да. Но больно все равно. То же самое можно сказать о любом произведении моем и не только моем. Это жизнь. Жизнь сама банальна. Мы рождаемся, чтобы умереть. Мы выходим замуж, женимся, плачем, смеемся. Это все банально, но... О чем еще писать? Нет, это вовсе не банально. Да, конечно, людей неинтересных в мире нет. Вы же помните. Совсем недавно здесь, в Нью-Йорке, прошел спектакль «Поющие мельницы». Вот сейчас они едут во Флориду, в пять городов по штатам, и останавливаются во Флориде уже завершить свой тур. 14-го и 15-го. Это будет, пожалуйста, посмотрите, «Поющие мельницы». Там звучит фраза режиссера Геры Сандлера, который также цитирует, что мы... Это спектакль о Михоэлсе. Мы живем большую жизнь через наши маленькие. И вот вы как раз сейчас говорите о подробностях тех самых маленьких жизней, которые по сравнению с какой-то глобальной идеей или с глобальными событиями, которые происходят в мире, конечно же, маленькие, но они для нас главные. Вот о них вы и пишете. Спасибо вам большое. Галина Пичура. Можно услышать ее стихи, можно увидеть ее книги. Одна из книг, сейчас у меня в руках «Пространство боли», это поэтический сборник. И еще одна книга «Навождение». Это сборник рассказов. Действительно, очень искренне, очень откровенно. И уверяю вас, если вы давно не соприкасались с таким жанром, пожалуйста, сделайте это. Ну и, наверное, еще задам вопрос по сотворчеству. У вас песни. Песни на ваши стихи выходят, да? То есть это также люди, которые близки вам, музыканты, которые вдохновились вашими стихами или наоборот, вы вдохновляетесь музыкой? Вы знаете, бывает по-разному. Бывает так, что кто-то увидел мои стихи и даже не спрашивая разрешения, написал песню и меня поставил в известность после факта. Но бывает так, что я ищу композитора и предлагаю познакомиться с моими песенными текстами. То есть это происходит совершенно по-разному. И не всегда это профессионалы, иногда это любители, люди, которые могут просто под гитару что-то исполнить. Поверь, что не случайно Наша встреча нет. С небес струился таинство, Волшебный свет. И хоть жизнь нам шлет нелегкие дороги, Мы с тобой обязаны Ей очень многим Ведь без слов прекрасны Наши диалоги с тобой А по жанрам это совершенно разные песни. Это и шансон, это и бардовская песня, и классический романс. Но хочу упомянуть одного из моих самых таких надежных и многолетних соавторов. Это Илья Лирма. Он живет тоже в Америке, в Бостоне. И мы с ним создали, наверное, десяток песен. И эти песни, ну, к сожалению, так же, как и песни с другими соавторами, они иногда звучат на радио веб-сайты с очень смешным названием «Неизвестный гений». Иногда они звучат просто на кухне у друзей и знакомых. Но хотелось бы, чтобы они звучали в каком-нибудь более значимом проекте, потому что многие считают, что песни очень кинематографичны. И, может быть, когда-нибудь это случится. «Мой друг, я тебя не забуду, ведь ты мне родной человек». Бежим мы к мечтам и обманам, «Бежим от себя и других». Но если судьба эта данная, она догонит вмиг. «Москва, Торонто, Тель-Авив» В душе звучит один мотив. Мотив наивных детских дней, мотив разбросанных друзей. «Москва, Торонто, Тель-Авив» Что есть реальность, А что мир Под общим небом бытия Спят разлученные друзья. Как нам пережить расставанье? Как жить без любимых людей? Скорым мчаться в прошлое сами, В них память лучших дней. Мы стали почти пожилыми, Погрязли в рутине забот. Но друга любимого имя И с детства нас зовет. «Москва, Торонто, Тель-Авив» В душе звучит один мотив. Мотив наивных детских дней, Мотив разбросанных друзей. «Москва, Торонто, Тель-Авив» Что есть реальность, а что мир. Под общим небом бытия Спят разлученные друзья. Под общим небом бытия Спят разлученные друзья. Спасибо, Галина. Да, конечно, случится. Особенно, если кто-то возьмется поставить именно как кино, сделать это кино по вашим очень киментографическим произведениям. Спасибо, Галина Печура в эфире. Огромный привет Руслану, который здесь как раз и явился проводником к тому, чтобы вы появились в эфире. Правда? Можете передавать приветы, пожалуйста. Спасибо. Сегодня день радио. Поздравляйте, пожалуйста. Руслана. И Руслана, и всех других работников радио от всей души поздравляю. И вас, Юля, конечно, тоже. Спасибо вам большое. Неожиданно у нас получился эфир. Тем более в воскресенье. Думаю, что все будет хорошо. И желаю вам счастья с гарантией. А чтобы вы об этом потом написали. Много-много, чтобы следующая серия вашей жизни была именно такой. Уважаемые радиослушатели, всем того же будем встречаться в этом пространстве. Счастливо.